Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 864. 1 Иоанна 2.19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Мясо назвали причиной преждевременной смерти. И вот здесь данные, откуда считать. То есть, 26 по 28 апреля в Ватикане проходит 4-я международная конференция. Ну, просто я буду тормозить, а тут считайте сами, кто интересуется этим. Спасать, по меньшей мере, 200 тысяч жизней ежегодно мясо не есть. Конечно, больше, так уже. Вот верить, не верить это, но со всего мира собрались ученые. Да и человек-то до Ноева потопа не ел мясо. И однако жили. Мы даже десятую часть не живем там. 950. Если в 10 раз меньше, 95. Это уже сегодня долгожитель. Смешно даже. А то сегодня, если 80 лет, Ну, в 10 раз меньше будут после нас жить 8 лет. Мясо опасно для печени. Ну, и все болезни. Сергей Игнатов. «Христос воскрес». Смотрел сейчас один из последних выпусков «События дня», где речь шла о характеристиках воспитанников, ближних и дальних нашего наставника во Христе, которые весьма полезно знать каждому из нас. В них найдешь очень полезное и для себя, над чем работать, что прививать, а что решительно искоренять. Все это непросто делать, особенно если допускаешь некритическое к себе отношение и не смотришь на себя как бы со стороны. Да поможет любящий нас Господь в исполнении Его повеления быть совершенным, как Его Отец Небесный. Аминь. Я сейчас засчитывал вопросы, какие мне задавали. Ну, это в лагере основатель его и 45 лет был начальником закрытия. И детям давали характеристики с проглядом будущее. И воспитатели просили, и даже знакомые, близкие тоже. Но я никогда не писал ни одной характеристики сам. Спрашивая самых близких людей, воспитателей. Большую роль здесь играла приходька Наталья Николаевна. У нее талант такой. Господь открыл ей это, и я это учитывал. И вот так. Теперь Анастасия, бывшая как Ревехка писалась, она ей отвечает. Или она это... Не думай, что от слова Лемшох. Да, это она. То есть я спрашивала, откуда слово Моисей. Это египетское слово. Вынутое из воды. Христос воскрес. Шалом, Евгений. Цитирую твоему заключению. Шесть веков назад Москва, не получив автокефалию, нагло попрала устав православной церкви. Не слишком ли опрометчивое заявление? Нужны ли слова, подобранные для выражения твоей мысли, или это изречение авторитетного историка, владеющего хорошо первоисточниками по данному вопросу? Не в службу, а в дружбу. Дай мне ссылку на устав православной церкви того времени, а то мне он неизвестен. Храни тебя, Господь. Будем учиться у Игнатия Тихоновича обосновывать все свои слова как Святой Библии, так творениями святых отцов и канонами вселенских и поместных соборов православной церкви. Аминь. Добавляю, что я добавляю еще и жития. Четвертый пункт. Евгений отвечает. Твою истину воскрес. Не мои слова скопировал и переслал. Если есть неправда в этих словах, опровергни историческими фактами. Если опровергнешь историческими фактами, принесу покаяние в лживой информации, если такова будет. Интересно. Очень даже интересно. Вот я сказал, кто-то сказал, опровергни исторически. А ты исторически покажи, что было сначала. Вот так я буду говорить. Моисей был без зубы. Докажи теперь, что он был с зубами. И кроме того, всякие пакости можно написать, опровергни исторически. Наоборот, ты докажи, что это исторически было. Я к гене говорю вообще. Валентина Сартисон. Христос воскрес. Мир вам. Благодарю Сергея Евтушенко за любезно предоставленную панораму храма Александра Невского в Новосибирске. Знакомые места. Мне там приходилось бывать, хотя я регулярно посещала церковку на улице Высоцкого, барахолка, где я и проживала. А вначале там был просто вагончик без электричества. Отсюда началось мое знакомство и познание православия. Священник, отец Дмитрий, фамилию я не помню. Он проводил воскресные занятия. И для меня эти занятия были гораздо интереснее, чем богослужения. Не знаю, какой Дмитрий. Действительно не знает. Может, тот, которого поставили потом епископом, Сафронием. И он постоянно нас спрашивал, вы почему не задаете вопросы по Священному Писанию? Вы же должны его читать. А вопросов не было, так как не было понимания. Мне для этого понадобилось много времени. Так ведь и крещения не было настоящего на тот момент. Голова была забита многим ненужным. Ослик был загружен всяким хламом, но не Христом. Очень хорошо отвечает Валентина Сортисон. И говорит, что крещения не было. Да его и нету и сейчас. Не то, что не было. Притом, сегодня все извращено. И при том, что нужда какая-то нет. Рядом с рекой живут, кто бы не приходил. Брызгать начинают. То есть, безумие полное в храмах. Подряд. Ребенка держит купель и пятками касается. Боится погрузить, утопить. Ну, а был ли случай, чтобы утопили? Ни одного за мировую историю. Ну, всякие придумки. Почему они верующие корыстолюбцы? Трусость и корысть. Ну, рядом же живут здесь и старообрядцы, беспоповцы, баптисты, сектанты, еретики. Разные-разные. И никто, никто не балуется так. Прямо везут на реку, на реку. И там даже неправильно опрокидывать назад. Этого делать нельзя. Надо вертикально, чтобы он опускался, как Христос на кресте. Все в смерти укрестились. Ну, вот посмотрите, венчают. Венцы не на головах, а сзади висят. То есть, венчания-то нету. Какое венчание-то? Ну, где в мире есть такое, чтобы венчали лавровым венком или каким? И так над головой подержали, и все. Это Хаджана Средин. Стоял там, где шашлык жарят. Ой, как вкусно пахнет. А тот видит, простую булку грызет, дымом закусывает. И он его схватил и к кадью. Судья. Судья говорит, правильно. Тебе вкуснее было? Он говорит, да, конечно. Запах я воображал. Он говорит, плати деньги. И когда деньги его взял, в пригорчню зажал и давай. А тот рот-то разденул, думает, ему отдадут. Шашлычник-то. Ну, ты слышишь как? Да. Приятно звенят. Конечно. Вот, а вернул назад. Ну, ты все за дым, звуком. Так люди приходят без веры, поэтому и крещения нет. Его нету. Неверующие. Брак. И, может, поэтому. И разводятся десятки раз. И в одном храме могут венчать. Епископу власть дали. Да ему никакой власти не дана. Нет такого чина на развенчание. Если при живом. Все. Изменял, не изменял. Если при живом. Развестись можно. А выйти замуж нельзя до смерти. Если при живом выйдет замуж. При живом мужа. Что непонятно. Он умер? Нет. А он духовно мертвый. Так он такой и был. Значит, и венчания никакого тогда не было. Так можно что угодно говорить. Павел имеет в виду. Умер. Евгений Трапко. Вот почему я это беру. Переписка идет здесь у нас. Там, где исследует Священное Писание. И интересный очень разговор. Это люди воочию все видят. Поэтому. Вот Евгений Трапко живет там. В Израиле. Около Иерусалима. Что же его не послушать-то? Он испытал стекты разные. Ходил там. Ну, просто очень интересно это. И Анастасия умная девушка такая на Украине. Учится в университете. И там была среди этих мессианских иудеев. И вот ее ответы. Переписка. По дороге из Иерусалима заехал в католический монастырь. Там производят оливковое масло и вино монахи. Всегда подкладывают свою литературу для русскоязычных. Это я видел в Одессе утром встали. А там какая-то приступка. И лежит открытая, видно, свидетели сторожовой башни. В конце этого молитвенника увидел это. Католики не сидят на месте, а работают. В основном это католики-поляки, выучившие русский язык. Евтушенко, Сергей. Работают на перехват. Но это лучше, чем ничего не делать. Евгений. Православные, увы, так не работают, как они. Они буквально заполняют в Израиле духовное пространство. Пока что православные армяне сидят за перегородками. Сергей. Мне нравится у католиков это старание и работа в распространении Библии. Они работают по всему миру. Распространяют духовную литературу. В этом плане они далеко впереди от православной церкви. А у нас жалуются на то, что денег не хватает на подобную деятельность. Но разве много нужно средств, чтобы выпустить Библию на русском-то языке? Один храм не постройте. Уже на сотни тысяч Евангелий денег хватит. Евгений. А вот какая католическая ересь содержится в этом молитвеннике. На нижнюю строчку, обратите внимание, католическое кощунство. Ну, о том, что Божья Матерь, Богородица Преснодева Мария, она бессеменно зачата от Духа Святого, как и Христос. Безгрешно родилась. Это ложь. Откройте Ио, книга 14-4. Кто рождался чистым от нечистого? Тогда надо и родителей ее считать, и Акима Иоанну, тоже безгрешно. Читайте 50-й Псалом, 7-й стих. Беззаконность за счастье во грехе родила, во грехе. 7-14, 1-й Коринфянам. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Через что? Через крещение. А ты еще Мартин Лютер объяснил. Этуазм быстро закончился. От прочтенного только Господь наш Иисус Христос без первородного греха. Ну, никак не Матерь Божия. Но это ересь католическая. Вот они распространяют о своей Розарии и Тушенко. А вы спросите их, чем они это объясняют? Чтобы знать их позиции, если придется беседовать в будущем. Поясняю, Сергей, ничем. А если скажут, что вот так-то, скажем, а где вы раньше были до этого собора своего? 1800 лет шли во тьме? Ну, тут можно... Ничего они не покажут по слову Божией. Ни слова, ни одного нету. Сны, видения, ну, как православное. Евгений, я хочу выйти с ними на диалог, но, может, еще не время. Вопрос по Филиохвы и другим вопросам. Вот чем объясняет хороший вопрос. Я его запомню. Вот относительно Филиохвы тут надо побеседовать. Тут прямо говорится, пойду, Господь говорит, и пошлю. Я пойду и пошлю. Не буду... Не то, что отец, через меня там нет. Поэтому Филиохвы абсолютно правильное учение. Ну, у нас у православных не так. Ну, вот мы изменять ничего не думаем. Просто говорим. Наталья. С старыми католиками можно побеседовать, а с новыми бесполезно. Я беседовала с ними все к одному. Главное, Бог в сердце и дела. Этому учат и народ. Это все сектанты. Главное, в душе. В душе, я считаю, это вера предателей. Открывай душу. В душе. Посмотри, что там. Сердце человека, глубокая пропасть. Глубокая яма. Вычерпает глубокие воды. Кто вычерпает его? Я тоже верю, что и от Сына исходит Дух Святой. Но символ веры считаю, как у нас принято от Отца. Абсолютно правильно. Так что же получается? Православные говорят, это латинская ересь. Это поняла, когда уверовал по Евангелию, еще не зная ничего. А потом чисто случайно наткнулась на ролик Игнатия Тихоновича об этом вопросе. И он подтвердил по Писанию. Евгений, я слышал об одном священнике католическом. У них в монастыре не было русского прихода. Один католический священник буквально ездил и ходил по улицам близлежащих городов и собирал русскоязычных людей. Говорят, собрал 50 человек. Где-то исплотил их приход, даже можно сказать, в общину. Ну, католическую, конечно. Теперь они там постоянно собираются. Я был у них на мессе. В основном молодежь. Не было органиста, нашли человека, умеющего играть на органе. Это, конечно, достижение. А православных священников я такого не слышал, чтобы так по улицам ходил и собирал русскоязычный народ церковь. Сергей. В православной церкви люди должны идти к попу, а не поп к людям. Это прямо закон такой вывели. То есть Господь говорит, идите по всему миру, а у нас нет. Забился куда-то, идите ко мне. И вся Россия идёт куда-то на остров, в лес. В лес. Ихтушенко. Не попы, а мини-папы римские. Вот это точно. Наталья. Похоже на... Тебе надо, ты иди. Вот на это похоже. Сергей. Так и есть. Не понимаешь, что считают на службе? Иди учи. Я, что ли, тебя должен обучать? Непонятно что-то в Библии. Так, пойди, святых отцов посчитай. 12 томов златоуста. Быстренько пробеги, а потом Игнатия Брещанинова. А мне некогда. Трэбы ждут. Наталья. Это так, батюшка, в нашей церкви, в моём городе. Приглашаю в гости, а ему некогда. Быстрее к машине и всё. Такие же дети у него, священники, всё сводят к тому, как научили в семинариях, так и делают. То есть, семинарии и академии нужны только для того, чтобы уметь оправдать любое беззаконие. Это я выявил такое. Сергей. Я вот, к слову сказать, дочитываю 26 том открытым оком. По традиции Игнатий Тихонович помещает в конце книги свои проповеди. Так они так душу трогают. Даже хорошо знакомые места Писания он просто раскрывает абсолютно по-новому. Но учитывая, что у нас 33 тома открытым оком, посмотрите, ежедневно выставляю проповеди. На многие стихи из Библии начинаешь смотреть совершенно по-другому. Он делает акцент на некоторые слова в стихах, на которые я даже внимания не обращал никогда. И стих приобретает иной объём и цвет. Причём проповедь становится живая и актуальной для нашего времени. Всем рекомендую именно читать проповеди Игнатия Тихоновича. Там очень много таких вещей заложено, что самому тяжело будет дойти до этого. Ещё молитву благодарственной считают, а батюшки через чёрный ход по машинам и разъехались. Вот у нас в Барнауле такое всегда. Вышел из храма, никого нет. Относительно проповедей, у меня там 1300 проповедей, это малая часть того, что я говорил в храмах. Меня епископ Ифтихий Курочкин рукоположил в чтецы, чтобы я мог говорить проповеди прямо в храме и при епископах. Вот приезжает митрополит, я подхожу ко кресту, он говорит, скажите проповедь. Ну а я какой? Кто? Совсем махонький. Я смеюсь. Что там воробьиная щирика не услышит? Ну, говорю я вот здесь проповедь, а епископ в алтаре, ну я называл её потом Ефот. Ефот. Такие проповеди. И он вышел когда и говорит, а где вы берёте этот материал-то такой? Я говорю, где я беру стихи, проповеди? Иконостас у меня есть. Я молюсь здесь щётками в руках. Евгений. Насколько такая молитва канонически правильна по католикам из того же католического молитвенника? Сергей. Ну, звучит очень странно, конечно. Наталья. Да, книга это не как в аудио. Когда слушаешь и потом ещё читаешь-то, мне только радость приносит. Дух осыпления. Единство веры. Прослушала проповедь, очень нравится. Советую послушать. Мне легко, у меня нет обряда верия и благодарю Господа за то, что никакие монахи мне не заглушили евангельскую веру. Прям душа ликует от проповедей. Вот скажут, теперь зазомбировал. Я уже знаю этих СД. У них ничего нету. Безбожники. Прирепились к церкви. Питаются, злобятся. А что это даст? Ничего. Начинайте работать, Евгений. Зато всё на русском, на родном языке. Сергей. Я на слух хуже воспринимаю. Личность и харизма Игнатия Тихоновича задавливают. А мне нужно подумать над текстом. Он выписал книги. Наталья. Это точно. Всё-таки на русском как богато, божественно перевели светило церкви-то. Слава Иисусу Христу за русский язык. Сергей. На самом деле, язык это не такая большая проблема сейчас. В интернете есть любая литература почти на любом языке. Скачивай на телефон и молись сколько хочешь. Даже удобней, чем с книгой. Сергей. Наталья. А мне, наоборот, нравится его строгой интонацией проповедь. Надолго запоминается. Сергей. Так мне тоже нравится. Просто мне нужно информацию осмыслить. А так я просто сижу, слушаю, без перерыва Игнатия Тихоновича, и потом много теряется. Дорогой Сергей. Так можно тормознуть и обдумать, и потом опять отпустить. Евгений. У католиков даже есть икона Иисуса Христа с большим сердцем. Наверное, перед этой иконой они молятся этой сладчайшей молитвой. Теперь я понимаю, откуда эта икона у католиков Христа с большим сердцем. Наталья. Поэтому, понимаю иностранцев, они желают читать на своем родном языке, как мы на русском. Но все равно хотят изучить и русский язык изучать. Сергей. Праздник святейшего сердца Иисуса. Это у католиков. Это, запомните, это выдумка. Я специально эту тему исследовал. Здесь ничего нету божественного. Нету. И очень сильное подозрение, что это не то, что не от Бога, но и не от человека. Евгений. Увидел. Даже не знаю, что сказать. Надо ли вообще в таком формате праздновать? Как будто не хватает праздников, которые сообщают нам о любви Христа. Ну, залезите слово «сердце», и где вы найдете такое? Отдельно сердце, отдельно… Это католические выдумки. Я понимаю, что эти люди не сами написали. Сергей. Что-то католики со своим богословием совсем заплутали. Маргарита. Мария. Аллакок. И откровения о святейшем сердце Иисуса. Я читать не буду. Вчера все промолотил. Вот смотрите. Кто посчитает сердце мое святейшее. Я дарую всякую благодать и помощь. Это как письма святые. Я восстановлю и сохраню мир в их семьях. Только считай. Я утешу в скорбях. Письмо такое-то. Я буду им прибежищем жизни. Особенно в смертный час обольщения прямо-таки. Я щедро изоляю благодать на сей их труды и дела. Да Христос говорил разве так. Грешники найдут в моем сердце неистекаемый источник милосердия. Теплохладные души воспламенятся, поклонятся моему сердцу. Повторяю, ни одного святого, ни в одном каноне, ни в одном житии этого нету. Это бред католический. Как Златоуст говорит, бреднее старых, бреднее пьяных старух. Не верьте этому. Пылкие души быстро поднимутся к высшему совершенству. Мое благословение требует тех местах, где есть изображение святейшего сердца отдельно и где ему поклоняются. Всем, кто трудится ради спасения душ, я дарую благодать и обращать самое жесточенное сердце. Но ничего этого нет, это обман. В моем сердце будут навечно начертаны именно те, кто распространит его почитание. Ну, сами подумайте, что это? Тем, кто принимает причастие в первую пятницу 9 месяцев подряд, я дарую благодать безмерной твердости к вере и вечному спасению. Но это уже прямо откуда это все идет. Даже страшно сказать. Вот это фатимская беда. Это прямо показано уже от нечистой силы явление было. Так оно все и здесь. Дальше первое явление, поклонение его святейшему сердцу. Сами смотрите. Я не буду считать, я просто протяну. Мне надо было почивать на божественной груди своей он дает. Особенно к ней, к невесте. Как-то замуж не вышло, она бредит. За столб ухватилась и выходит замуж. Сердце было явлено мне вознесенным на пылающий трон. Ну, картинка. Выдумка нечеловеческой хитрости. Увисит Христа. И людям есть все сердце. В образе телесного сердца. Телесное прямо изображает. Почитание святейшего сердца. Говорю, ни в Библии, ни у святых отцов 300 томов фолиантов. Нигде этого нету. Это бреднее обольщение католиков. Третье явление. Грехи уже против сердца. Частое прищищение. Прищищение в первую пятницу вместе. Соблюдение святого часа вечером в четверг. Все, поехали. Прищищать себя как можно чаще. Вот оно откуда у православных. Это от католиков все взято. А католичность. Ни крещения нет. Бритые священники. Полностью католичное уже православие. Первая пятница после октавы торжества тела и крови была посвящена особому празднику в честь моего сердца. Знаете, как нарастает. Сначала просто сердце, потом особое, потом святое, потом на престоле, а теперь праздник. И кто не будет почитать и монофима. Все. Маргарита Мария. Ну, как Славика вот научились тут. Щебаркульского-то. Пожалуйста. Крашенинникова, Славикова. Та же раскрутка. Праздник теперь святейшего сердца. Религиозном экстазе началось. В чистом виде. Культа святого сердца прямо называют. Короче говоря, тяжелый случай. Евгений это показывает. Вы для нас обзор снимаете о храмах, о людях там живущих. Сергей ему пишет. Нам очень интересна вся эта информация. Мини-интервью берите, если, конечно, есть у вас такая возможность и желание. Из первых уст, как говорится. Евгений, у монахинь братья интервью, они не дают священникам проповедовать. Говорят, что все уже знают. Проповедь не нужна. Со слов священника, который меня крестил на Илеоне. Это прям соробряться. Лежало тысячу лет до нас, пусть и дальше лежит. Это уже монашеская прелесть. Библию сколько не считай, каждый раз будет открываться что-то новое. Слово Божие неисчерпаемое. Как хровины говорят, что у Торы 70 лиц с граней. Как у алмаза много граней. Я хотел бы поднять вопрос проповеди в храме. Если монахини все знают все. Хотя я сомневаюсь, что знает Писание на зубок-то. То я, как мирянин, жажду в храме проповеди. Но такой огненной с ревностью о Христе. У меня были мысли подойти к настоятельнице и спросить, почему проповеди нет в храме. Пусть священники проповедуют. Даже о памятных днях ничего не говорится. О святых, которые сегодня упоминаются. Все уже все знают. Лишних слов не надо. Вот так. Такая прелесть. Тут был Войтович, отец Александр. Всегда. Ну, вы как сестры, братья-сестры, знаете? Опять. Ну, как вы, братья-сестры, знаете? Братья-сестры-то ничего и не знают. Я это говорю на практике. Сколько я проповедовал и говорил, вас тут надо подряд всех собрать. В день до 16 часов уходила на проповедь. Все заводы, фабрики, университеты, техникумы, три радиопрограммы. Радио, телевидение, техникумы, милиция все отделы, воинские части, всякие разные предприятия. Мне иногда жалко священников. Они заложники своих монастырей, к сожалению. Авторитет священников в монастырях РПЦЗ в Иерусалиме невысок. Оттого, наверное, нет спроса на проповедь от священников. Я как-то в одном месте в тюрьмах, лагерях проповедовал. А там ЛТП такое учили, отучали пить. Тоже они под наблюдением. И к ним священник один ходил, они меня пригласили. Я говорю, давно он к вам ходит? Да давно уже приходит. Почему он такой грязный? Почему от него так воняет этим водкой? Это он пьет, потому что. Ну так вы у нас, я одно занятие. Да вы что? Он там трудится, я поперек дороги никому не перехожу. Если хоть самый слабенький есть, меня уже туда не заманишь. Он должен добровольно уйти, чтобы я не был ему препятствий. А может через него Дух Святой что-то скажет, а я поперек стал. Мои-то противники этого не понимают. Они везде в разных бесцензорских отделах Новосибирск гонят, как говорится, волну. Да только делов-то. Невысок авторитет. Сергей. Да, интересная ситуация. Вот вам и монашество. Сразу война против Слова Божия. Точно, Сергей. Вы всем не нравитесь. А знать все вообще невозможно. Это сколько нужно информации в голове держать. Да если и знаешь что-то, лишний раз послушать вредным не будет. Евгений. В таких местах сделать что-либо невозможно. Я имею в виду монастырь. Такого устроения. Со своим устам в чужой монастырь не ходят, как говорят. Надо по примеру католического священника выходить на распутье. Дорог израильских городов и переходить из города в город, собирая людей. Это патриарх Кирилл об этом говорил. Говорил он еще будущим митрополитом смоленским. На перекрест дорог зовет. Пока что католики всех к себе не забрали пока. Может тоже наберется человек пятьдесят. И Струшенко Сергей. Так православное сразу в сектанты запишут. Православное-то. Вокруг священника собирать людей нужно. Чтобы на него опора была. Хотя можно и в готовое общество пригласить батюшку. На готовое-то легче привлечь. А если еще и десятину будут все платить, любой священник согласится участвовать. Евгений. Пятьдесят человек собрать, сделать их православными и из них выдвигать кандидатов в священство. Хватит обхаживать храмы. В них так уже все свои правила и установки. Надо начинать самому строить свой дом, общину. На пустом месте, никем не занятым. Переломить обстановку в храме очень трудно. Легче выйти на распутье дорог и собрать свою пятидесятницу. Людей, наученных духом святым. И из них выдвигать в священство людей. Молодцы. А осталось только выйти. Сергей. Опасно все это. Можно и всех, кто выродится. Епископ начнет руки крутить. Люди обидятся и пойдут по углам. Вот. Абсолютно правильно. Но надо работать. Евгений. Можно и в секту превратиться. Но нужно быть трезвым. Ходить в храм продолжать. Не отделяться. Но вести работу вне храма. Собирать вокруг себя людей. Надо много читать. Это нелегко повести народ. Стать фактически лидером, вожаком. Сергей. Можно катехизатором при храме устроиться. Это уже дает определенные привилегии в работе с людьми. Да тебя высчитают через полчаса. И выгонят. Евгений. Мне хотелось задать вопрос местному священнику. Грекам. Русским. В Израиле. Когда секты разных толков. Мессианские евреи. Свидетели сторожовой башни. Открывают свою общину почти в каждом городе Израиля. Почему этого не могут делать православные? Но не дадут построить храм. Ну и не надо. Можно снять помещение. Обустроить его под храм. А потом выкупить со временем. Если будет сильная большая община. И поддержка всей церкви. В моем городе и баптисты, и писятники, и свидетели сторожевой башни. Наверное, уже скоро католики появятся. А православной церкви? Нет. Это понятно. Никто не даст в израильских реалиях построить храм-то. Храм не в бревнах, а в ребрах. Православные не могут организовываться в общину-то. На сегодняшний день в Израиле нет самоорганизации. Ждут, пока что что-то сделают батюшки. А батюшки не делают. Все стоит на месте. В Бер-Шеве недавно открыли храм. От греков для русских-то. И по причине, что им далеко ездить больше ста километров до Иерусалима и Телева-Виева. В храмы русской духовной миссии. Причина-то была, что далеко ездить на литургию. А не общая самоорганизация. Быть общиной, православной. Сергей. Да что уж там душу это кребить. Об этом вообще никто не думает. Всем это до лампочки. Как я ранее говорил, неужели патриархия не может завалить Библию всю Россию? Это просто никому не нужно. Там, наверху, они заняты политикой, а не Христом. Да, и как сказал Игнат Тихонович, цитируя одного епископа, «Если люди узнают Библию, то случится революция». Вот так оно и есть. Все поймут, куда нас завели священники, которые опираются на свой ум, а не на Слово Божие. Это Филарет сказал. Филарет, только не Дроздов. Там еще был один Филарет. Когда они воспротивились, так реакция была почти 30 лет против перевода Слова Божия. И никто не мог переломить. И тогда император спросил, а почему противиться? Он говорит, ваше царское величество, если Библию-то будут знать люди, то революция будет. Сотни лет вели людей не туда. Что непонятно-то? Евгений, в Беаршеве, Версаве открыли домашний храм в частном доме от греков. В частном доме! Ежедневно собирались по домам-то. В одной семье русскоязычных православных. Вот это самый правильный путь. Греки из Иерусалима приезжают и служат на церковно-славянском. Может, у них появится и свой священник. Ну, пока что там нет сильного костяка мужчин. А священнику среди окружения только женщин появится. Будет очень трудно. И так должно быть в каждом городе. И должны открываться такие храмы православные сначала на дому. Абсолютно правильно. Но нужна сильная самоорганизация. Быть общиной. Нужны такие люди, которые будут верны одному приходу. Вот как я помещаю везде. Об этом говорит Сергей Старогородский. Будут выдвигаться люди. Активные. Сами. Без всякой должности. А не так по храмам разгуливать, как вольная птица. С таких людей общины не получится. Сегодня он придет, а на следующей неделе скажет. Меня не ждите. Я в другом храме. Меня к себе не привязывайте. Сергей. А сколько людей у них вообще не знаете? Копирую видео. Игнатия Тихоновича Суба. Места мало осталось. Кто-то. Евгений. Человек 12-15 может. Почти все женщины и маленькие дети. Мужчин всего несколько. Мужчины активные. Женщины активные. Мужчины активности практически не проявляют в развитии нового прихода. Я спросил женщин. Где ваши мужчины? Почему я вижу одних женщин? Что? Хромают на оба колена? В ответ молчаливое согласие. Был там два раза. Сергей. Но все равно опыт можно перенять. Но без мужчин община полуживая всегда будет. Но все равно опыт можно перенять. Конечно, без мужчин община полуживая всегда будет. Открывает Крымский мост. И что там делают? Говорят. Пророчествуют. А он уже близкий к пуску. В 18-м году должны запустить. Евгений. Мужчина это всегда главенство. Без головы тело куда пойдет? Виталий Калиников. Смотрю, умиляюсь. Какой отменный острый добрый юмор у Игнатия Тихоновича. Разбор бреда Дудина и сотоварищей его. Ну и маленько показать на наши ресурсы. Мой мир. Вот так. Форум какой у нас. Глядите. Большой очень. Даже на моем мире здесь 21 тысяча фотографий. Ну это богатый и богатый. Ну маленько поменьше. 9 тысяч 357 видео. Вот. А здесь 1600 тем. Ну и вот здесь. Тут загрузка у меня шла сегодня опять. Вот во свете Библии. Пожалуйста. Это наш сайт. Ну а это сегодня одна выступила. Ну и здесь. Вот. Включать интересно. Перекидывай куда не надо. Вот. Крутит на одном месте. Бас. Вот такой интернет. Как от этого избавиться? Не знаю. Я тогда нажимаю здесь. Ищу свой канал. Каждый раз так делает. И вот как открывать не хочет. Тогда я делаю на обновление. Вот сколько время теряю. Кто знает, подскажите, как это 500 убрать. Ну а здесь теперь настроить. Вид страницы еще раз ткну. Откроет или нет. О, все открылось. Открылось. Вот сегодня я выставил, что. Ну тут мало еще. Красный террор. Считает Никита. Никита Коррестников хорошо считает. Ну Богу слава.